Доброе время суток! У микрофона Роман Сельхудинов. Ранее я записывал видео и показывал, как создать трубу перфорированную. Если вы не видели этот урок, обязательно посмотрите. Ссылку на него я оставлю в описании к этому видео. И по данной трубе был вопрос, как выполнить развертку данной трубы. Развертку данной трубы выполнить невозможно, так как она выполнена как твердотельная модель. В этом видео я вам покажу, как создавать трубы и выполнять их развертку, если вам это необходимо. И в итоге мы с вами создадим вот такую трубу и выполним ее развертку. Итак, я сейчас добавлю панель листовой металл. Если у вас она не добавлена, так же добавьте. Итак, в Command Manager нажимаем правую клавишу мыши и выбираем листовой металл. Итак, я сейчас запущу команду развертка. И посмотрите, вот выполнена развертка моей трубы. Далее я выйду из режима развертка и опять же труба в согнутом состоянии. Вот сейчас мы с вами рассмотрим, как создавать подобные трубы. Давайте создадим новый документ. В меню выберем создать и выберем деталь. Далее давайте запустим команду эскиз, выберем плоскость спереди и создадим на ней эскиз. Далее давайте запустим команду дуга. Тип дуги у нас дуга с указанием центра. Центр дуги будет в точке начала координат. Указываем. И произвольно давайте создадим дугу. Так, укажем начальную точку и конечную. Отлично. Так, ну в Manager's Voice можно задать угол альфа. Но так как нам нужно, чтобы у нас эскиз был определен, мы сейчас две вспомогательные линии создадим и проставим между ними угол. Итак, я нажимаю клавишу Escape, завершил команду дуга. Так, давайте я ОК здесь нажму. Все, завершил. И сейчас я запускаю команду линия из сегментного кольца. И в окне параметры ставлю галочку вспомогательная геометрия. И давайте построим первую линию из центра до этой точки. Отлично. Далее, двойным нажатием левой клавиши мыши прекращаем создание линии. Команда еще не завершена. Продолжаем создавать линию. И сейчас можно нажать клавишу Escape. Так, ну и сейчас сразу же давайте создадим взаимосвязь. Кликнем по этой точке, удерживая клавишу Ctrl, кликнем по этой точке. И в контекстном меню выберем вертикальность. Отлично. Ну и сейчас давайте запустим команду авторазмер. Укажем радиус. Радиус, ну давайте укажем 25 мм. Радиус дуги. Так, ну и угол. Угол здесь вот давайте укажем 0,5. Я нажимаю клавишу Escape. То есть вот мы этот зазор специально, видите, с вами сделали. Если же у вас будет необходимость создавать обечайку, то соответственно здесь уже делайте тот угол, который вам необходим, чтобы зазор стал больше. Итак, эскиз готов. Сейчас давайте запустим команду базовая кромка. И давайте поменяем направление. Нажмем по кнопке реверс направления. Расстояние давайте укажем 150 мм. Нажимаем клавишу Enter. И вот видим на предварительном просмотре, стенка у нас наружу. Давайте выберем здесь вот, где настройка листового металла, реверс направления, чтобы стенка была внутрь толщиного, оставим 1 мм. И я нажимаю ОК. Итак, вот посмотрите, труба у нас создана. Если же у вас позволяют мощности компьютера, то давайте сейчас улучшим качество изображения. Видите, чтобы здесь не было вот таких вот граней. Итак, давайте зайдем в меню, вот, в параметры. Далее, вот, найдите ветвь качества изображения. Нажмем по кнопке качество изображения. И здесь бегунок расположим рядом вот с красной шкалой. Я нажимаю ОК. Отлично, все исправили. Итак, сейчас давайте создадим вспомогательную плоскость. Далее на этой плоскости создадим эскиз окружности и вырежем. Получим отверстие. Итак, давайте сейчас зайдем на панель элементы. У меня здесь вот вся панель не влазит. Я ее так вот разверну. И вот где у нас справочная геометрия. Давайте выберем команду плоскость. И создаем вспомогательную плоскость. Укажем, первой ссылкой будет служить вот эта цилиндрическая поверхность. Нажимаем по ней. Вторая ссылка сейчас активна. Давайте развернем дерево конструирования. И выберем плоскость справа. Выбрали. И сейчас давайте здесь укажем параллельность. То есть вот эти две плоскости. Вот плоскость справа и наша новая плоскость. Они должны быть параллельными. Нажимаем ОК. Плоскость 1 готова. Итак, давайте кликнем по ней и создадим эскиз. Я нажимаю на клавиатуре Ctrl 8. Отлично. Увеличиваю. Запускаю команду окружность. И создаю окружность. Вот я произвольно создал. Далее запускаю команду авторазмер. Укажу диаметр окружности. Так, ну давайте 10 мм. Размер от точки начала координат до центра окружности. 15 мм. Завершаю команду клавишей Escape. Ну и сейчас давайте создадим взаимосвязь. Нажмем по точке начала координат. Удерживаю клавишу Ctrl. Нажмем по центру окружности. И здесь вот в контекстном меню выберем горизонтальность. Все отлично. Наш эскиз полностью определен. Давайте сейчас перейдем на панель элементы. И запустим команду вытянутый вырез. Далее направление здесь до вершины. Давайте выберем насквозь. И нажимаем ОК. Отлично. Вот посмотрите. Два отверстия мы с вами получили. Кстати, давайте вот эту плоскость один скроем в дереве конструирования. Вот ее найдем. Правой клавишей кликнем и выберем скрыть. Так, сейчас давайте воспользуемся массивом. Вот где у нас линейный массив. Давайте раскроем весь список и выберем круговой массив. Итак, давайте укажем ось массива. Нажмем по этой строчке, чтобы она подсветилась. Укажем вот эту цилиндрическую грань. Отлично. Угол оставляем 360 градусов. Количество экземпляров укажите 3. И какие элементы копировать. Давайте нажмем по этому полю, чтобы оно стало активным. Развернем дерево конструирования и выберем. Вот вырез вытянутый день. Выбираем. Фантом уже его появился и я нажимаю ОК. Отлично. Вот у нас что получилось. Далее давайте еще раз создадим массив. На этот раз уже массив будет линейным. Запускаем команду линейный массив. И посмотрите, так как у нас вот эти элементы были выделены. Вот круговой массив 1. Они сразу же сюда добавились. То есть мы их добавлять уже не будем. Сейчас только укажем направление нашего массива. Итак, давайте увеличим. И выберем вот эту вот кромку. Вот эта кромка будет служить направлением. Уже видно на предварительном просмотре, как это все будет выглядеть. Так, ну и давайте укажем расстояние между ними. 18 миллиметров. И так, количество. Ну давайте 8 сделаем. Нормально. Все, в принципе, все параметры заданы. И я нажимаю ОК. Так, система думает. Кстати, если у вас еще дольше строится построение, напишите об этом в комментарии. Итак, все, в принципе, труба готова. Сейчас давайте на панели листовой металл нажмем по кнопке развертка и получим развертку. Вот наша развертка готова. То есть вот, если вам нужно выполнить, создать трубу и далее выполнить ее развертку, либо создать какую-то обечайку, то можно вот таким способом ее создать. И так, сейчас я выйду из режима развертка и снова деталь будет свернута. Также сейчас можете задать внешний вид. Давайте сюда зайдем. Вот внешний вид из цены и надписи. И вот раскройте ветвь внешние виды. Далее опустите бегунок и можно выбрать, например... Так, ну давайте выберем металл. Давайте выберем, например, хром. И выберем какую-нибудь текстуру. Вот полированный хромный, допустим. Нажимаем левой клавишей мыши, подтаскиваем детали, отпускаем. И в контекстном миле выбираем, что присвоить цвет ко всей детали. Отлично, вот с вами цвет присвоили. На этом видеоурок подошел к завершению. Не забывайте заходить на YouTube, на мой канал. Если вы на него еще не подписались, обязательно подпишитесь. Мой канал вы найдете по адресу youtube.com.slash.saproblog. Либо просто напишите в поиске «Роман Селихудинов». Мой канал вы узнаете вот по этому баннеру. Мой канал единственный, куда я загружаю свои видеоуроки. Также заходите в группу ВКонтакте. Группу вы найдете по адресу vk.com.slash.kompase. Группа называется «Видеоуроки Компас 3D Solidworks Inventor». Узнавайте самыми первыми о всех новостях. Общайтесь с другими пользователями. Также здесь в группе есть различные видеоуроки. Так вот, группа таким образом выглядит. Здесь вот видеоуроки есть, все остальное. Ну и заходите на мой блог saproblog.ru. Здесь я также выкладываю свои видеоуроки. На этом у меня все. Жду вас в следующем видео. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!